Молодой человек пропал в Череповце. 18-летний Никита Шумилов с 5 декабря не выходит на связь. Его рост 180-185 см, нормального телосложения, волосы темные, невнятная речь. Он был одет в синюю длинную матерчатую куртку, синюю спортивную шапку с голубой полоской, синие спортивные штаны и синие кроссовки с боку буква «Н». Всем, кто располагает информацию о молодом человеке, просьба сообщить в полицию по телефону 02. В Череповце проходит операция купюры. В ее рамках оперативники отдела экономической безопасности приходят в мелкие торговые точки. Именно в таких, говорят полицейские, злоумышленники стараются сбывать поддельные купюры. Отсутствуют аппараты для проверки денег, камеры видеонаблюдения. Это облегчает задачу преступникам. Продавцам полицейские вручили памятку. В ней основные признаки подделки. Кстати, фальшивые деньги преступники делают весьма искусно. На них можно обнаружить даже водяные знаки. Полицейские призывают граждан. Если вы вдруг обнаружили фальшивую купюру, стоит немедленно связаться с полицией. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть поддельные деньги. Инспекторы ДПС провели акцию под названием «Береги себя» в Центре внимания и безопасности пешеходов. Череповчанам напомнили о том, как правильно переходить дорогу по зебре. И разъяснили, что не должно быть никаких телефонов или отвлекающих пешехода гаджетов. Человек обязан убедиться в своей безопасности. За халатное отношение к правилам инспектора могут привлечь пешехода к административной ответственности, выписав штраф в размере 500 рублей. Также сотрудники ГИБДД призывали пешеходов закрепить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть занятыми в темное время суток. Кокарда на шапке, полосатый посох и надпись «ДПС» на красной шубе. Накануне на дорогу вышел инспектор Дед Мороз. В первую очередь волшебный полицейский устроил тест водителям. Дед Мороз в погонах обеспокоен предновогодней обстановкой на дороге. Аварий много. Сказочный персонаж решил проверить знания правил, а именно, как проезжать перекресток и пешеходный переход. Инспектор Дед Мороз также загадывал загадки. За правильные ответы – подарок. Затем волшебник тестировал пешеходов и им за знание правил подарил сладкий приз. Такой полицейский поднял настроение участникам дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин